Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Богата до неприличия. Глава 12. Начать! Утром следующего дня ты спускаешься в гостиную, где тебя ждет отец. Ты рада, что он один. Ни Спенсера, ни Софии нигде не видно. Папа, как ты рано? Хотел меня увидеть? Доброе утро. Вы только на нее посмотрите, ты просто сияешь. Перед тобой проносятся картины того, что случилось вчера у вас со Спенсером в конюшне и позже в доме. Внезапно твои щеки начинают гореть. Все, что тебе остается, это молиться, чтобы пылающий румянец не выдал тебя отцу. Не хочу, чтобы папа знал, что у нас со Спенсером что-то есть. По крайней мере, пока. Нужно что-то ответить. Я прекрасно выспалась. Не помню, когда я в последний раз так хорошо спала. У меня ощущение, что и лицо у меня помолодело года на два просто от такого здорового сна. Это наглая ложь. Правда в том, что большую часть ночи я вовсе не спала. Все мои мысли занимал Спенсер. Очень рад это слышать. Я же говорил, что поездка пойдет тебе на пользу. Кстати, я только что говорил со Спенсером. Все твое тело напрягается. Чувства обостряются при одном упоминании его имени, как у оленя, услышавшего подозрительный шорох. За исключением того, что Спенсер вовсе не подозрителен. Он больше похож на навязчивую идею, от которой никак не удается избавиться. Я собирался показать Спенсеру наш офис. Мы вместе получили миллионные прибыли, но он ни разу не был в нашем здании. Представляешь, в этом прелесть цифровой эпохи. Оказывается, сегодня мне нужно на примерку свадебного костюма. Я об этом совсем забыл. София будет в ярости, если я ее пропущу. Свадьба уже на следующей неделе. А при чем тут я? Я что-то не понимаю. Я подумал, что ты выручишь отца и проведешь для Спенсера экскурсию по офису. Это значит, что я проведу время со Спенсером, и мне не придется встречаться с Софией. Идеальный расклад. Для тебя все что угодно, папа. Отлично. Машина заберет вас минут через 15. Что? Я еще не одета. Я побежала. Ты быстро обнимаешь отца, чмокаешь в обе щеки и скрываешься в своей спальне, чтобы срочно переодеться. Лесно знать, что влечение, которое я к нему испытываю, взаимное. И все-таки я хочу доказать ему, что я вовсе не очередная красивая мордашка. Я произведу на него впечатление тем, насколько хорошо разбираюсь в делах компании. Для начала оденемся подобающим образом. Ух ты, какая прям деловая леди. Интересно. Ну, это да, такой более женственный вариант. И одновременно скромный. Ну, однозначно его берем. И волосы, волосы. Тоже поменяем. Мне эта прическа тоже очень нравится. Брюнеточка. Этот костюм отлично подчеркивает, что ум и красота вовсе не обязательно исключают друг друга. Спенсер от восторга носки потеряет. Добро пожаловать в Palmer Incorporated. Ты произносишь эти слова, и Спенсер впервые вступает в стеклянное здание компании. Он кивает и окидывает взглядом просторный холл. Все 18 этажей башни А заняты разными компаниями и отделениями, которыми мы управляем. В общей сложности на нас работают около 2000 человек. Как ты увидишь во время нашей экскурсии, работники компании – люди самых разных специальностей, возраста и происхождения. Думаю, именно это позволяет нам владеть ситуацией и выдерживать конкуренцию на современном рынке. Очень впечатляет. Ну и какую часть лекции мы сможем пропустить, чтобы найти себе переговорную и дать волю рукам? Ты не уверен, а шутит он? Совершенно серьезен? Или то и другое? И стараясь сохранить самообладание, ведешь его мимо стойки администратора? Сюда. Думаю, сначала я отведу тебя в главный офис. Там находится кабинет Ричарда. Заодно ты познакомишься кое с кем из директоров. Мне так нравится, когда ты такая серьезная и деловая. Это меня заводит. Спенсер, учти, я четко разделяю дело и развлечение. Значит, ты упускаешь кучу удовольствия. Ух ты, какая красивая. Доброе утро, Элла. Добро пожаловать в Palmer Incorporated, мистер Мор. Широкая улыбка словно приклеена к лицу этой женщины, когда она встречает вас со Спенсером у двери, при этом очевидно, что все ее внимание направлено на него. Разумеется, это же Натали. Ее тянет к богатым красивым мужчинам, как пчелу на мед. Спенсер, разреши представить. Это Натали. Она личный секретарь Ричарда. Ты наверняка уже беседовал с ней по телефону. Конечно, я знаком с Натали. Как приятно, что теперь наше общение не ограничено одним только голосом. Очень рад. Взаимно. Очень рада, наконец, познакомиться с вами лично, мистер Мор. Пожалуйста, зовите меня просто Спенсер. Хорошо, Спенсер. Должна сказать, в жизни вы выглядите интереснее, чем на фото. Я не ожидала, что вы так молоды. О, спасибо. Просто я не фотогеничен. Думаю, это лучше, чем наоборот. Представьте, что люди вас не узнают, потому что вы выглядите гораздо хуже, чем на фотографии. Ох, да, это было бы очень неприятно. Могу заверить, вы выглядите так же эффектно, как на фото, но чуточку моложе. Краем глаза ты замечаешь, что Натали окидывает Спенсера взглядом с ног до головы и даже на мгновение закусывает нижнюю губу. Вообще офигела, коза. Натали включила режим хищника. Она похожа на пантеру, готовую прыгнуть на Спенсера. Натали была первой женщиной, с которой начал встречаться папа почти через год после маминой смерти. Я рада, что у них ничего не получилось. Отношения между Наталией и папой вполне мирно закончились примерно через месяц, как я и предвидела. Все предвидели, кроме папы. Капец, она до сих пор с ним работает, это так странно. Папа – это папа. Он позволил ей остаться в компании. Если бы решала я, ее бы уже здесь давно не было. Почему они тогда расстались? Я думаю, что… Хмм, хорошо бы, если папа так реально осознал. Папа осознал, что ей нужно. Думаю, папа сообразил, что она за человек. Манипуляторша и лгунья, которая гоняется за деньгами. Папа искал спутницу на всю жизнь, а о Наталии никогда о ничем подобном и не думала. Папа сказал, что оставил ее в компании, потому что она один из лучших специалистов в своем деле. Я с ним в корне не согласна, но кто меня спрашивает? Кстати, мистер Палмер просил мне показать вам кое-какие документы. Подождите минутку. Наталии возвращается к столу и берет несколько папок. Обходя стол, чтобы протянуть их Спенсеру, она вдруг теряет равновесие и, не устояв на высоченных каблуках, падает, раскорячившись прямо в его объятия. Ну, конечно, прям актриса года. Серьезно, это случилось и с Натали? Что есть в Спенсере такого, что заставляет женщин терять равновесие, как только он оказывается рядом? Ах да, он же неотразим. Документы, которые держала Натали, разлетаются во все стороны и Спенсер наклоняется, чтобы их собрать. Натали присаживается на корточки и тоже начинает их подбирать. О, простите, ради бога! Бросьте, о чем тут волноваться? Дерьмо случается, простите, мой французский. Ты неохотно наклоняешься, чтобы тоже поднять пару листов. В этот момент ты замечаешь, как глаза Спенсера задерживаются на декольте Наталии на несколько секунд дольше, чем если бы это был случайный взгляд. Наталии тоже это замечает и бурно радуется мыслью, что, возможно, поймала Спенсера на крючок. Спенсер, как всегда, галантен и протягивает ей руку, помогая встать. Затем он поворачивается к тебе. Спасибо, я в состоянии подняться сама. Хорошо. Я могу пока оставить документы у себя, Спенсер. Отдам их вам, когда будете уходить. Звучит неплохо. И если ты занята, Элла, я могу Спенсеру все здесь показать. На той неделе мы как раз закончили ремонт на нашем этаже. Наталии вцепилась в Спенсера. Преподайте урок. Ох, как я люблю такие действия. Так, что у нас есть? Показать Наталии, кто тут главный. Кто здесь мамочка, кто здесь мамочка. Отправить Наталии выполнять дурацкое поручение. Да. Знаешь, если ты и правда хочешь, чтобы этот визит Спенсеру запомнился, ты можешь кое-что сделать. О, с удовольствием. Принеси нам лучшую шоурму в городе. Она продается на улице прямо через дорогу. Обязательно проследи, чтобы в нее положили все, что нужно. Не забудь про соус цацики. Соус цацики, интересно. Ты уверена? Я могу заказать для вас столик на двоих в новом марокканском ресторане? Это здесь, недалеко. Ой, нет. К этому Спенсер давно привык. Хочу, чтобы он попробовал что-то новое. Аутентичное, местное. Думаю, тебе пора. Очередь там длинная. Особенно в это время. Мне очень хотелось бы попробовать эту шоурму. Но, думаю, нет никакой необходимости тратить столько сил. Мне ничего не нужно. Если купить шоурму, чтобы сделать визит Спенсера незабываемым, это слишком большое усилие, то не надо. Жаль, что Спенсер так ее не попробует. Мне совсем не трудно. Я пойду, куплю эту шоурму. Я очень рада сделать все возможное, чтобы этот визит прошел наилучшим образом. Да, может, попробуй шлифчик одеть в конце концов. Мысль о том, что Натали будет стоять на своих высоченных каблуках на шумной улице в очереди за шоурмой, безумно тебя веселит. Немного жестоко, но она этого заслуживает. Чувствуя повисшее в воздухе напряжение, Спенсер пытается разрядить обстановку. Спасибо, Натали, за теплую встречу. Думаю, Элла обо мне прекрасно позаботится. Хорошо. Может быть, сначала что-нибудь попьете? Чай? Кофе? Кофе, пожалуйста. Без сахара. Спасибо. Хорошо. Значит, ты готов к экскурсии по офису, Спенсер? После вас, мисс. Ты ведешь Спенсера по коридору, уходящему в глубины здания. Прежде чем заговорить, Спенсер ждет, пока вы уйдете из поля зрения Натали. Уф, я почувствовал, что сейчас случится лютая женская драка. Еле ушел. О чем ты? Разумеется, приятно, когда за тебя дерутся две очень красивые женщины, но я занервничал, и мне было весьма неуютно. Ты знаешь, что Спенсер просто шутит, но не можешь не задуматься, нет ли в его наблюдении крупицы правды. Боже, как же ты себя любишь. Я бы никогда не стала за тебя драться. Ни за одного мужчину не стала бы, если на то пошло. Честно говоря, было бы интересно посмотреть, чем закончится битва. Если бы пришлось делать ставки, я бы поставил на тебя. Ты куда бы явить ее? Это было бы мудро. Твои деньги не пропали бы. Если серьезно, ты ее спокойно терпишь? А почему нет? Я почувствовал между вами странное напряжение. Вы друг друга очень не любите. Мне нравится Натали, если не считать того, что она встречалась с папой. Она бывшая подруга Ричарда. Блин, я до сих пор коробит, что она так часто называет папу по имени. Что? А, ясно. Тогда все понятно. Да, они расстались по-дружески, можно так сказать. Думаю, я просто слишком ревную отца. Ричард забыл и стал жить дальше, как ты видишь. А я до сих пор ненавижу ее до зубовного скрежета. Не слишком здоровая реакция. Я знаю, ясно. Эх, ты готов посмотреть переговорную? Слушай, сегодня я в полном твоем распоряжении. Ты решаешь, что нам делать. Я просто иду за тобой. Он посылает тебе одну из своих ослепительных улыбок, и ты чувствуешь, что все внутри тебя тает, как мороженое под жарким солнцем. Что интересно, еще и кровь приливает и ритмично бьется в самой опасной части твоего тела. Что я потеряю, если отдамся этому влечению? Шанс быть Блейком? Даже не знаю. Моя самооценка. Профессиональные отношения. Все. Ты все потеряешь. Шеф, все пропало. Но так, если размышлять, шанс быть Блейком, тоже большой вопрос, потому что Блейка нет, он пропал. Профессиональные отношения тоже не совсем, ну потому что папа сам хочет этих отношений. А моя самооценка, ну почему, он же нормальный парень. Давайте выберем Блейка. А если Блейк вернется, что он подумает, если узнает, что я спала со Спенсером? Повторю, стоит отметить, что мы с Блейком никогда не принадлежали друг другу. Рядом со мной прекрасный мужчина. Я нравлюсь ему так же, как и он мне. Неужели это мудро, отказаться от такого чувства ради человека, который, скорее всего, уже забыл обо мне? Ты трясешь головой, словно я желаю физически прогнать любые мысли о Спенсере. Встаешь чуточку прямее, пытаясь вернуть себе хоть немного самообладания. Начнем с переговорной. Ты открываешь дверь в переговорную и придерживаешь ее, позволяя Спенсеру войти. Он входит в комнату боком, дав своему телу возможность слегка черкнуть по твоей груди. Это легкое прикосновение обжигает твою кожу и заставляет сердце биться в бешеном ритме. Он прекрасно понимает, как на меня действует и наслаждается этим. Мне не нужно, чтобы еще один мужчина осложнял мое и так непростое положение. Самое мудрое решение – бежать от него, сломя голову. Но это не вариант. Ты плотно закрываешь дверь в переговорную, думая о том, в какую историю ухитрилась влипнуть. Судя по музыке, мы уже догадываемся, в какую историю. Закрыв дверь, ты поворачиваешься и вздрагиваешь. Спенсер подкрался к тебе сзади и теперь стоит почти вплотную. Он так близко, что ты чувствуешь запах лосьона после бритья. Твое тело деревенеет. Из комнаты словно выкачали весь кислород. Тебе трудно дышать. Я должен кое в чем признаться, Элла. Я не знаю, стоит ли тебе об этом говорить, но если я этого не сделаю, чувства сожрут меня изнутри. Он говорит настолько серьезно. Флиртовать. Изменится ли вся моя жизнь, если я об этом узнаю? Да, это потрясет основы твоего мира, в хорошем смысле, разумеется. Ты в этом уверен? В бизнесе, как и в жизни, иногда приходится рисковать. И в этом случае риск того стоит, поверь мне. Ну как, ты готова? Ты не оставил мне выбора, Спенс, говори. Несмотря на всю браваду, твое сердце колотится с такой силой, что ты уверена. Спенсер слышит его удары. Элла, с той минуты, когда я тебя увидел, я потерял голову. Я думаю о тебе каждую секунду. От его слов, все твое тело начинает трепетать. Ты полна вожделения. Тебя пугает, как легко ты опускаешься до таких животных реакций. И в то же время тебя просто распирает от радости. Что ты от меня хочешь, Спенс? Я хочу тебя. Всю тебя. Я знаю, что ты тоже меня хочешь. У тебя еще остались сомнения на мой счет. Так что я не буду торопить события. Мы решим эту проблему по ходу дела. Я хочу тебя и приму ровно настолько, насколько ты позволишь. Просто скажи, а чего хочешь ты? Спенсер стоит тут передо мной и предлагает отдать мне все свое сердце. Чего я хочу от него? Так. Нельзя давать волю своим чувствам. Да, мы не готовы. На этот раз я не пойду на поводу у своих чувств. Я не готова снова пережить такую боль. Однако я совсем не прочь немного развлечься со Спенсером. Я никогда не любила рисковать. Так что стоит наверстать упущенное. Надо помнить. Связь должна оставаться чисто физической. Интересно. Все вот выбранные варианты, вот какой бы я не выбрала из этих трех, все равно бы она... Она сделает то, что она хочет, я так понимаю. Ты бросаешь встревоженный взгляд сквозь стеклянную стену. Перед тобой ряды кубиклов. Сидящие в них люди сгорбились над столами, усердно работая. Некоторые стоят и разговаривают друг с другом через стенки кубиклов. Другие вышагивают по проходу. Все они прекрасно видны с того места, на котором ты стоишь. И что мне теперь делать? Ой, боже. Так. Ну что? Я даже не знаю. Наброситься на него здесь и сейчас. Ух, Элла, Элла, что ты со мной делаешь? Ты подходишь к стеклянной стене и опускаешь жалюзи, переходя от одного стекла к другому. Несколько сотрудников смотрят из своих кубиклов, пытаясь понять, что происходит. И если честно, это будоражит тебя еще сильнее. Ну да, они такие смотрят так. Молодая девушка с парнем зашли и опускают жалюзи. Интересно, что же они будут делать? Элла, что ты делаешь? Опустив все жалюзи, ты идешь к нему. Он уже сидит на краю длинного стола для совещаний. Сейчас намекну, и ты поймешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok